Добрый день, друзья. Программа называется «Воскрешение». Не надо путать воскресенье. Речь идет о воскрешении мертвых в 1925-1933 годах. Наступит время, оно уже началось, оно будет продолжаться и будет продолжаться очень серьезно. Люди будут сходить с ума натурально и фигурально. И тогда они увидят того, кто не безумен. Они нападут на него и скажут, ты безумен, ты не такой, как мы, святой Антоний Монах. Давайте поговорим о теме воскресения и воскрешения мертвых. Прецедент, который не имеет прецедента, прецедента, точнее, этого нету в нашем, будем так говорить, опыте, земном опыте на этот момент. Такого еще действительно не было. Вот. И это вообще-то, говоря, очень странная и непонятная вещь. Несмотря на то, что воскресенье мертвых является стандартной фразой в параоческих кругах, но это не обсуждается, как правило, не в христианстве. И то, что под этим подразумевается, мало кто вообще знает. Нострадамус в своем Катарине 10-74 упоминает, что в начале третьего тысячелетия мертвые восстанут из своих могил. И заявление короля пророков, нострадамус, король пророков, имеет достаточно серьезное значение, довольно и гораздо больше вес, чем все пророки вместе взятые. Речь идет о 13 видах воскресения мертвых. То есть, в принципе, это совсем другая система, которая никогда и нигде не использовалась, и это на основании некоторых очень известных людей, которые себя не опишивают, на котором проявится в будущем. Тема эта очень сложная. И то, что мы ведем программы, допустим, с медиумами, и с те люди, которые себя объявляют в медиумы, которые мы видим по телевидению, ну, это имеет какое-то отношение на очень-очень малое. Здесь нет, вообще-то говоря, подоплеки того, что происходит сегодня в мире. Согласно Евангелии от Филиппа, определенное есть изречение. Все, кто больше не переживает воскресение в физическом теле, будут оставаться сзади. То есть подготовка к воскресению очень важна. Люди, которые говорят, они просто не понимают, о чем будет речь. Сначала они умрут, а потом вознесутся, они ошибаются. Если они сначала не испытают воскресение при жизни или на земле, а сначала умрут, ничего не будет. Они зависнут. Зависнут между мирами. В книге Зоара содержится много изречений, много пророчеств и достаточно открытия. Если мы сейчас будем говорить о годе X, то год X мы все воспринимаем как год 2024. В какой-то степени это так, но существует восточный календарь, где год X начался, вообще-то говоря, 2 октября 2024 года. То есть по нашему календарю, общий календарю, мы живем еще два с половиной, почти три месяца мы живем в 2024 году, но этот год уже наступил. 25-й год по еврейскому календарю и по восточному календарю он уже наступил. И что было до того как? Начиная с 2019 года. 2012 год – это год знаменательный, поскольку прошла ровно половина жизни и существования материального 2012 года. Начиная с 2012 года пророчества исполнялись, возможно, один раз в год. Чем дальше мы двигались по годам, тем они стали все чаще исполняться пророчествами, поскольку пророчеств очень много. Они исполняли изначально ежемесячными, то есть стало время исполнения пророчеств резко исполняться. Затем, еженедельно, последние месяцы практически ежедневно стали исполняться пророчествами. Резкое ускорение началось весной 2024 года. 5 785 год по еврейскому календарю, или это 8 24 по 8 25 года, это год Экс с очень высокой точностью и плотностью событий. То есть год Экс с наибольшей плотностью событий основан на пророчестве Зухара тысячелетней давности. И огромное количество пророков сегодня и пророчеств. Почему? Ну, некоторые, конечно, работают под пророков, но есть действительно люди, которым стали появляться введения. И это действительно возможно завернуть в будущее. Есть очень много различных моделей, бизнеса, финансов и других областей, но общим массам доступны только, наверное, процентов 2-3 максимум, процентов, поскольку все остальное скрыто и закрыто, иначе будет паника, будет хаос, который и сейчас уже есть на земле, но он еще будет продолжаться. Дело в том, что одно из пророчеств, одно из пророчеств, это сны. То есть люди, которые видят сны, к сожалению, не могут их запомнить. И если мы не запоминаем никаких снов в течение недели, это нехорошее, вообще-то говоря. То есть сны, в принципе, надо было бы запоминать. Раньше это люди, ну, практиковали. Да и сейчас можно, но никто этого не знает, никто этому не хочет учиться. И вот на Ближнем Востоке, в частности, самое крупное событие за последние 50 лет, они сбылись в соответствии с пророчествами в точнице данного часа. Имеет значение, кто виноват, кто не виноват, кто договорился, кто не договорился. Сейчас вылазит на поверхность, то, что было скрыто, как это, как никто ничего не замечал в течение часов нападения, да, как мы знаем, Хамаса. Но в данном случае это не имеет особого значения, поскольку сейчас код, он будет удлиняться, код 3-3,5, но пока это код 2,5 часа или 2,5 дня. И это код, который вот как раз-таки сбился, поскольку были предсказания о том, что должно произойти, и не потому, что 7 октября, допустим, там, 73-го года, то есть 50 лет ровно, 50 лет и так далее. Нет, не поэтому. 2,5 дня – это был код 2025 года. Ну, так вот уже на будущее. Вот. И дальше самая крупная атака, которая пока осталась без ответа, это иранская атака 14-15 апреля 24-го года. Ближний Восток является самой горячей точкой на Земле. Самой горячей. Кто бы как ни считал, понятно, что у того болит, где это находится у всех, да, это всё понятно, на территории, но в мировом масштабе, там самая горячая точка по одной очень простой, но очень тоже времясловной причине, а именно перемена, перемена знаков зодиака или перемена властительства, то есть эпоха христианства в соответствии с зодиаком уходит на второй план. И сейчас речь идёт о продвижении достаточно, ну, примерно 6 лет продвижении в мусульманском продвижении, да, имеется в виду эгрегор, мусульманский эгрегор. Кто бы как ни соглашался, но, тем не менее, это в предсказаниях содержится. Поэтому тут, собственно, особо нечего обсуждать, кто хочет тут верить, кто не хочет тут верить. Вот. Но, в принципе, теория года Экс достаточно несовершенная, как бы его ни называли, да. 28 лет Третьей мировой войны, согласно Настрадаму, все приходится на 2020-е в 2048 году. 2020-е по 2048 году. Но детали в пределах этих 28 лет являются предметом многих исследований. Но новые какие-то данные приходят практически каждый день. В первом квартале 2020-го года, речь идёт ещё, повторяю, по предсказаниям, 28 лет. Дата 2020-й год. 2020-й год, 3-го марта, была объявлена, ну, самая большая пандемия в мире за всё время, за всю историю. Это пандемия кавидата. Ну, и в это время мир, в принципе, можно сказать, изменится. Вот. Поэтому, когда речь идёт о, скажем, Третьей мировой, то это не значит, что будет, вот, как, как вторая или Первая мировая войны началась. Это не обязательно. Должны там свистеть пули у виска, там, летать снаряды толстые, как груши. В общем, где стали длинные, ну, и так далее. Вот. Три основные волны. 24-й, 25-й, 29-й, 30-й и 33-й, 34-й годы. Это были предсказания. Ну, а это ещё и всё. То есть большая часть событий должна произойти в эти годы. И в различных источниках есть такой, ну, точнее, Эфраим Павланов. То есть он показал о том, что код событий, коды событий, последних времён, ещё раз, два года, это ковида, это глобальное резюме, затем два года, которые кажутся нормальными, или восстановление, кажущиеся, ещё раз, года нормальными. И на самом деле ничего подобного. Так вот, в различных еврейских пророчествах столетия, тысячелетия назад, и есть ссылки даже, были заложены вот эти события. Я имею в виду не события, скажем, там, как это будет называться, там, Павлия, Каббит, и так далее. Нет, события, которые, грандиозные события, которые будут прострелить на Земле. На самом деле, что самое интересное, вот те данные, которые содержатся в Торе Каббалее, вообще, или какие-то там иудейские, еврейские источники, это, на самом деле, гораздо более правдивые, гораздо более серьёзные, чем любые другие источники других конфессий, христианских частностей, религий. Но, ещё раз, начало, будем так говорить, 7 лет, 7 лет, да, определяется еврейским Новым годом Роша Шина в сентябре-октябре месяце 2018-2019 году, что, если считать по христиански еврейскому, это 2000, то есть, 5779 год, 5779 год, да. Вот, то есть, тут начались очень странные погодные условия в это время, странные погодные условия, которые сейчас продолжаются, будут усугубляться. Итак, первое, странные погодные условия, 19-20 год, 5780 год, это плановое ДНИ, дальше, 20-21 год, усиление плановой ДНИ, подгузники для носа, да. Дальше, 21-22 года, 5782 год появился плановой ДНИ, ну, какое-то возвращение к нормальной жизни, потихонечку всё это дело уходит. 22-22, 2023 года, или 5783 год, это уже, ну, формальное, нормальное или видимое возвращение к нормальной жизни и официальное окончание, окончание, по мнению, ну, не по мнению, а по взаимовлению всеми организаций, правоохранения, окончание вот этого, этого плановой ДНИ, да. Это 5783 год, который показывает код следующий, 5712 плюс 820, да, 23-24, но на подходе к 24-м году, короче говоря. В 2023-24 год, 5784, это тоже 24-м, это войны, военные новости. Израиль находится в состоянии войны с 7 октября, такого ещё не было никогда в истории государства Израиль, а больше года в состоянии войны с 7 октября 23-го года, в течение недели после еврейского нового года, 15-го сентября 23-го года, 13-го октября 23-го года был объявлен, ну, то, что называется в мусульманском, вот, в легоре, называется, в объявлении войны, будем так говорить, чтобы не называть, как это действительно называется, на 8 лет правильный ислам, 8 лет, то есть это самый длинный, самый важный фронт войны человека против человека. Отец Оливейра из Бразилии видел именно 13 октября 23-го года как ключевую дату, когда было объявлено вот это глобальное, ну, то есть это объявление вот этого события, да. Но начало войны 7 октября 23-го года было предсказано практически до одного дня, удивительно, да, до одного дня, который жил в 1400-1400, те самые средние века, примерно в районе самого Настандауса. Он жил в 1450-е по 1516-е годы, его звали Раби Бартенуа, Раби Бартенуа, он это предсказал, то есть, а именно конкретно в неделю того, что называется Суккот. Вот, это очень интересная вещь, очень интересная вещь, вот, и еще было предсказано начало, еще в 11-м, 12-м веке, там где-то было предсказано, начало официально величайшей войны истории Второй мировой войны, то есть в точности до недели. 57-го года, 57-го, это, в принципе, змея, то есть с 1939-го года Рептилий правит до 5799-го года к английскому гуманеру, или это 2038-2039-й годах. А Рабины, ну, несколько Рабинов, которые уже в 15-м, 17-м векам, учили, что вся война, вся война ГОК и МАГОК, есть такое, ну, почитайте, кому-нибудь, кто это не знает, происходит за 3 часа до восхода солнца в последний день Суккота. Суккота – это, ну, это праздник, английский праздник. Следующая дата, примерно, мы этого, конечно, не знаем, но следующая дата, опасная дата, в этом плане, 13-го, 14-го, 14-го, октября месяца 2025-го года. Возможно, по мнению многих обозревателей, возможно, те, кто смотрят, то есть, еще раз повторюсь, сегодняшняя дата – это коды. Это коды, стопроцентные коды. То, что сегодня рассматривают обозреватели, аналитики, это то, что, ну, как бы им видится, кажется, или то, что уже произошло, или какая-то ответная абракта, да, черная метка, знаете, как это было, послал черную метку, первое время, пираты, да, послали черную метку, вот это послание, надо издать какого-то ответа, надо, да, предупредение о первых, ну, и все. Но это все запрограммировано, и это были видения величайших пророков, да, ну, в наше время, в наше время их не так много. Тогда были люди, которые, ну, для каких-то целей, и им была предоставлена возможность видеть там, где-то наверху, и, соответственно, они давали нам вот эти указания. Ну, естественно, никто об этом нифига не знает. Есть аналитики, которые это изучают, но это же речь не идет о 10-20 лет, максимальный срок, а не 100 лет, который рассматривают, ну, 300 лет, ну, тысячи лет. Я бы не говорил про сегодня то, что день, да, что такое 17 или 71. 17-71 одинаково. А как происходит 17? То есть 17, если мы берем дату 16 ноября 11 месяца 2024 года, то куда-то мы получаем 17. А если мы сложим по-другому, получим 71. То есть 17, то же самое, то, что 71. И то, и то очень важные вещи. Они, например, в Фейсбуке есть, они есть в Телеграм-канале в наших чатах. Можно посмотреть. Но, опять же, внимание на это дело обращают очень и очень и очень немного, к сожалению. То есть речь может идти об возможной атомной войне 12 на 12, но очень небольшой, поскольку, сами понимаете, сколько нам может дуться, если эта речь идет об атомной войне. То есть это мгновенно. То есть в этой, если это произойдет, дай Бог, чтобы не произошло, естественно, но если это да, то, возможно, вероятно, хотя очень сомневаюсь. Я говорю сейчас о предсказаниях. Лично мое мнение, лично мое мнение, я сомневаюсь, поскольку достаточно много людей ушло. Но, возможно, если это да произойдет, по этим предсказаниям, одна треть человечества может погибнуть. И еще одна третья будет поражена. Очень серьезная вещь. Согласно многочисленным введениям, произойдет какое-то событие, когда вот эти вот, скажем так, с точки зрения высшего равного, повторяю, там совершенно все равно, вот там наверху все равно. Мы настолько навредили, настолько мы причинили несчастье сами себе и земле, что те люди, которые в этом принимали участие, а поскольку мы этого не знаем, то это касается всех, буквально, всех доединовых. Это называется, знаете, как там оттуда, страшная чума. Чума. Поэтому очищение, очищение, да, очищение земли от вот этих преступников. Нас, люди, да. Дальше. Нельзя включать возможность того, что код, который в событии это произошло, это возможное окончание, окончание одного периода и начало другого периода, 13 октября, да, 13 октября, потому что поражение тамплиеров, вот себе представить, какая есть связь с этим периодом, да, в 1307 году, это произошло 13 октября, и марианские явления, марианские явления в 1917 году, 13 октября, это в Фатиме были вот эти вот марианские явления, ну и так далее. Так, давайте, наверное, на этом мы остановимся, на этом мы остановимся. Так, я вам благодарю, это запись, повторяю, чего я практически никогда не делаю, но решил попробовать, мало ли. Посмотрим, спасибо.